Так, Даниэль, вот мы с тобой сделали процедуру. В прошлый раз мы сделали с тобой, вот у нас два синячка. Что после первой процедуры изменилось? Облегчение чувствуется чуть-чуть в колени. Чуть-чуть в колени. Следующий момент. Ты у нас футболист, да? Да. А как травму получил? Пошел в отпор и вылетело колено. Так, какой диагноз поставили? Разрыв крестообразной связки и задет мениск. И задет мениск. И плюс колено там в другую сторону тоже ушло. Да, и у тебя боли в колени, не можешь ногой паз делать. Здесь больно, правильно я говорю? Нестабильность чувствуется. Нестабильность. И следующий момент, что не можешь ногу хорошо поднимать вверх. Правильно я говорю? Да. Да, вот сейчас мы с тобой проверим все. И теперь проверка. Поднимай ножку. Как тебе было тяжело? Уже гораздо полегче. Гораздо легче. А что было, когда раньше делал? Чувствовалось, что нога вниз наоборот тянется. То есть, такое чувство, что бедро поднимаешь, а вот эта часть у тебя вниз не слушалась. Да, и вниз. И был дискомфорт именно вот в этом месте, где пластырь. То есть, после первого раза стало полегче, а сегодня стало еще немножко. Да, еще немножко полегче. Расскажи, пожалуйста, что с тобой произошло? В общем, я упал на игре и... На какой игре? Я занимаюсь судьбовым и в одной из игр я получил травму. Диагноз был такой, что был разрыв переднего креста в разной связке, был задет еще и низко, и колено. Немного ушел в другую сторону. Так. Скажи мне, пожалуйста, а что беспокоило? Были боли в колене. Сгибать как? Я не мог до конца вот сгибать ногу, но вот после ваших процедур заметил, что... Так, мы с тобой сколько процедур сделали? Две, получается. Две. Сегодня третья? Да. Сегодня третья, ну, будем говорить, там вначале были две с банками, с кровью, там вот тот метод, все. А сегодня уже мы с тобой гимнастики, бинтование, все. Значит, сколько дней прошло с нашей встречи? С самой первой, да. С самой первой. Около неделю. Около неделю. Ну, что изменилось? Гораздо легче поднимать ногу, сгибать ее. Могу уже опереться, как бы не думая, что будут боли какие-то дикие. Есть, конечно, чуть-чуть, но уже могу уверенно, как бы... А сгибать ногу? Да, и сгибают также. Вот я рассказывал вам, что как-то сел, чтобы покушать, и даже просто, как обычно, не задумываясь, что нога болит, просто ее... А ну, покажи, покажи, ладно, можно на кушетке, покажи. Вот это как-то, получается, был стол, и я ногу задрал, и ее полностью вот так согнуло к себе, как бы, и почти даже, как бы, не закололо, не было каких-то болей, то есть, было... Ну, все понял, скажи мне, пожалуйста, что тебе предлагали, куда ты обращался? Я обращался в три разные больницы, и все три врача мне говорили, что нужно ложиться на операцию, чтобы, ну, как бы, вернуться нормально, и... Ну, только уже через год, а для меня этот сезон был крайне важен, вот, и я нашел, получается, вас, и решил рискнуть, попробовать их. Ну, покажи, как ты бегаешь, футболист. Так, вот, и вот, определите, какая нога, ну, на скорость давай, на скорость. Вот, супер. Так, самое главное, уверенность теперь есть. Да. Молодец. Ну, понимаешь, какой вещь, я лечу только чемпионом, поэтому ты должен стать чемпионом по-другому. Обязательно, обязательно. Так, Даниэль, и мы с тобой не только с коленом занимались, но еще занимались и со стопой, потому что в стопе у тебя был подвывих, маленький подвывих. И, в принципе, ты понял, что когда там хруст произошел, все кости в стопе встали на место, то стало, что... Полегче. Полегче. Тебе кто-нибудь про стопу говорил? Нет, все в основном на колено смотрели. На колено. А на самом деле, если в стопе остается подвывих, ты никогда бы не восстановился, даже после супероперации. Понял? Да. Субтитры подогнал «Симон»!